Войти в 13 кабинет единой дежурной диспетчерской службы курорта не так-то просто. С начальником ЕДДС наша съемочная группа проходит через двери со специальным замком. Именно в этом кабинете 6 марта подадут сигнал учебной тревоги с целью проверки технического состояния системы оповещения. Но в первую очередь возникает вопрос, а зачем вообще нужны системы оповещения? Системы оповещения населения прежде всего созданы для того, чтобы своевременно доводить сигналы оповещения и экстренной информации об опасностях возникающих при различных угрозах, чрезвычайных ситуациях, техногенного, природного характера, а также приведении военных действий или вследствие этих действий. О правилах поведения населения прежде всего и необходимости проведения мероприятий по защите. Оператор, монитор, специальная программа и компьютерная мышь – все, что нужно для запуска учебной тревоги. Оповещение происходит очень просто. Здесь буквально выбирается непосредственно место в случае локальной какой-то чрезвычайной ситуации и наживается в одну кнопку «Оповестить» либо через микрофон, либо есть записанные сразу по ситуациям оповещения, либо сирена. Также можно выбрать группу оповещателей, либо оповестить все. Внутри все понятно, но как устроен организм системы оповещения снаружи? Тем более, что по всей территории курорта размещены порядка 400 сиреноречивых устройств. Они соединены с единой диспетчерской дежурной службой по системам радиоканала, а также кабелем для дублирования и более безопасного оповещения. Примерный радиус оповещения у сиреноречивых устройств – это до километра, у сирен – это до двух километров. Чтобы каждое сиреноречивое устройство работало исправно, специалисты МБУ «Цифровая Анапа» ежедневно проверяют динамики и каналы связи. Как показывает практика прошлых проверок, да, сами устройства исправные. Есть места, где людям не слышно. Сейчас производится работа для того, чтобы дооснастить, установить новые оповещатели, для того, чтобы все 100% муниципального образования слышали оповещения. С технической частью разобрались. Теперь возникает вопрос, а знают ли жители, что необходимо делать после подачи сигнала тревоги? Включить радио или телевизор, чтобы услышать там какую-то информацию, наверное. Я так думаю. Бежать в укрытие. Что нужно делать, не знаю, честно говоря. Насколько я помню, нужно сразу включить телевизор и узнать, это учебная тревога, либо это действительно какая-то опасность. Немножко такой неожиданный вопрос. Вот честно скажу, не очень хорошо знаю. Как выяснилось, не все анапчане знают, как действовать даже при учебной тревоге. За ответом отправились к начальнику управления гражданской обороны и защиты населения курорта. При звучании сирен необходимо включить с 1 по 10 канал общероссийского телевидения и прослушать ту информацию, которая будет доведена до населения. Напомним, 6 марта запуск электросирен будет производиться с 10 часов 40 минут, а перехват телерадиотрансляции с 10.43. Управление гражданской обороны и защиты населения просит анапчан и гостей курорта при включении учебной тревоги соблюдать спокойствие. Никита Васюхин, Михаил Попов, Анапа. Регион.